здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин сегодня я хочу вам показать одну неприятность которая может появиться на саженцах винограда и на кустах винограда первого года вот перед вами саженцы винограда в общем с ними все нормально вот обратите внимание на листья видите листья вот такого здорового зеленого цвета черешок листа вот идет под определенным углом где-то 45 градусов и вот так у нас расположен лист и практически все листья вот таким образом и расположены но вот перед вами еще другие саженцы вот обратите внимание вот этот саженец он вроде бы отстает в росте вот видите листья нормальные а вот листья вот на этом саженцы и на этом они немножко светлее и вот обратите внимание как расположены листья то есть не вот так под 45 градусов у нас черешок листа а вот так пластинка листа а черешок у нас вот так на минус 45 градусов ну либо вот таким образом видите как расположена пластинка листа и вот здесь стоит задуматься что же с этими листьями на самом деле проблема не в листьях а проблема в самом побеге и вот если мы подойдем поближе и начнем рассматривать то увидим вот такое повреждение видите на побеге вот такое повреждение причем даже не одно а вот еще одно и вот на этом саженцы вот в этом месте повреждения сейчас я вам покажу эти повреждения поближе и так видите вот такое повреждение утолщение значительное и вот такие есть продольные разрезы это значит одно повреждение ведь она уже давно там даже вот эта ткань рубцуется вот перед вами второе повреждение надеюсь тоже видно в этом случае немножко другое но в общем похоже и вот такие повреждения наносит цикадка смотрите вот моем случае часть побега которая была выше повреждения которая нанесла цикадка она была зеленой но немножко обесцвеченной хотя и вот такой цвет листьев очень хорошо заметен если вот посмотреть издалека а вот мне прислал фотографию еще один мой зритель тоже с вопросом что случилось вот обратите внимание верхняя часть в данном случае листья покраснели то есть нижняя часть листья зеленые а вот верхняя часть вот такого красного бордового цвета и вот это тоже не болезнь и вот там как раз на границе зеленых листьев и вот этих бордовых тоже обнаружилось вот такое повреждение и скорее всего их нанесла та же самая боеволовидная цикадка и давайте я сейчас сделаю врезку с другого ролика где у меня подробно об этой цикадке все рассказано сегодня обнаружил на своем винограднике боеволовидную цикадку и вот она у вас на экране перед глазами вот такого ярко зеленого цвета ну приблизительно 10 миллиметров в длину имеет перепончатые крылья сверху они прикрыты каким-то щитком имеет прыгательные задние ноги наверное такие как у кузнечика и еще одной отличительной особенностью являются такие огромные выпуклые глаза но теперь давайте посмотрим какие же повреждения наносит эта цикадка вот они на экране перед вами и давайте разберемся что же это такое так вот в августе сентябре как раз вот сейчас у нас август это боеволовидная цикадка начинает откладывать яйца самка делает яйцекладом надрезы коры чаще они парные и откладывает в них яйца цикадки предпочитают для этого живую ткань и чаще всего молодую дальнейшем через эти повреждения внутрь побегов попадают различные грибы и получается вот такие характерные повреждения как будто кто-то окольцевал побег естественно все что выше этого повреждения погибает встречал в интернете такие приемы что делали такие насечки якобы все это зарастало но на самом деле скажу вам по опыту что вот такие повреждения особенно на молодых кустах винограда бесследно не проходят и если есть такие повреждения то лучше вот всю эту поврежденную часть удалить а наши кусты винограда формировать с нижней части если мы рассмотрим взрослый виноград то вот такие повреждения на пасынках тем более на пасынках второго порядка особого вреда не приносят но зато боеволовидная цикадка очень сильно повреждает виноградную школку и молодые одно и двухлетние кусты так вот после такой перетяжки живой остается как я уже говорил только побег ниже точки повреждения и хорошо если на наших саженцах остается хотя бы один узел если же повреждение будет ниже первого узла то очень мало шансов что такой саженец выживет а в будущем году в начале летом из яиц вылупятся личинки которые упадут на землю и будут питаться соком растений которые растут под виноградом это может быть обычная трава сорняки и даже культурное растение вообще личинка цикадки относятся к сосущим насекомым и после их уколов остаются такие небольшие некрозы поэтому самым эффективным способом борьбы с боеволовидной цикадкой считается поддержание виноградника под черным паром хотя бы первые три года после посадки молодого виноградника иначе именно молодые побеги на саженцах и на молодых кустах и повреждаются в августе сентябре когда казалось мы уже вырастили готовые саженцы или молодые кусты поэтому задерняя виноградник мы создаем уютный комфортабельный дом для цикадки где и покушать можно и переночевать и перезимовать в таких условиях у них получается полный цикл развития как только мы убираем одно звено например траву под нашим виноградником то разрываем этот цикл развития и значительно снижаем количество вредителей часто для борьбы с молодыми личинками цикадок приходится обрабатывать в июне месяце даже всю траву под виноградником почитал о препаратах которые применяют решил даже не озвучивать лучше все же держать виноградник под черным паром хотя бы как я уже говорил первые три года когда очень молодые побеги могут активно повреждаться цикадкой и так вот такой у нас вредитель что же теперь делать вот с такими саженцами в данный момент ничего делать не нужно на самом деле вот в этом месте это яйцекладка все как у нас осталось так и остается все это растет до осени как вызревает так и вызревает а осенью естественно вот эту часть верхнюю вот с этими повреждениями ну и вот здесь есть тоже повреждения мы просто срезаем и выбрасываем ну например сжигаем и у нас на саженце в данном случае останется там еще пять-шесть междоузлей в общем то наш саженец не погиб но нужно понимать что вот такой саженец раз у него такие листья раз они обесцвеченные значит там идет плохой фотосинтез вызревать кстати он вызревает а вот запас питания в этом саженце скорее всего будет небольшой как бороться с этой цикадкой ну практически невозможно самый лучший способ борьбы это все-таки отсутствие травы отсутствие растительности на винограднике но в общем то не стоит сильно расстраиваться как есть так и есть а с вами был юрий егарутин до скорой встречи до свидания пока